приветствую вас на премьере день седьмой и сегодня мы будем делать вместе с вами корону для наших маленьких девочек вот на такой вот повязочки для этой короны нам понадобится повязочка сколько сантиметров мы с вами определим чуть попозже также нам понадобится глиттерный фоамиран у меня это такой оранжевый цвет также нам понадобится кусочек фатина будем с вами обрезать чтобы сделать шапочку как мы делали в прошлом мастер-классе когда мы делали корону на зажиме дальше нам понадобятся вот такие вот штучки мы будем украшать ими корону и также нам понадобится соответствующие бусинки здесь мы будем использовать так как мы берем желтенький наши вот эти проволочки значит будем использовать желтенькие полу бусинки также нам понадобится корона наша это тоже я сделала сама самому начертить здесь у меня 19 с половиной сантиметров и самая высокая ну это шесть с половиной ну что также нам понадобится клеевой пистолетик нам понадобится ножнички и я думаю так еще нам конечно понадобится ниточка с иконочкой ну что приступим и для начала мы вырежем саму корону берем наш фоамиран так в принципе нам хватит и этой длины ну как раз получается так теперь я беру скальпель вы берете что вам подходит и переносим нашу корону на фоамиран и так корону мы перенесли на фоамиран теперь нам нужно по вот этим участком обрезать так ну вот корону мы вырезали что мы с ней сделаем сразу же сразу же мы ее с вами склеим вот так поэтому я наношу клей сразу же на вот этот участок и клеево ровненько сюда то что у нас получился здесь такой вот как бы сгиб это ничего страшного мы потом это все все дело украсим красим нашими вот этими желтенькими штучками так все корону мы склеили получилось но у меня в диаметре пять с половиной чуть чуть даже больше ну сантиметров где-то 5 и 7 где-то вот так что мы будем делать нам нашу корону нужно на что-то приклеить и приклеивать я ее буду на фоамиран такой тоненький поэтому прямо сюда я сейчас буду наносить клей и принципе сразу же ее и приклеивать вот так теперь все вот это оставшееся я просто обрежу так ну вот наша корона мы ее приклеили на фоамиран дальше мы займемся с вами юбочкой для нашей короны снизу правда здесь мы не будем ничего обрезать у меня отрезочек шириной 15 с половиной сантиметров и я просто-напросто пополам сложу ее не знаю сколько сантиметров мне понадобится длины в принципе это уже такое дело здесь у меня отрезок метр но сколько мне понадобится на самом деле сейчас будем смотреть что я буду делать с этим фатином я хочу сделать вот такие складочки то есть он у меня будет на складочках не просто ниточкой я пройдусь а именно сделаю именно складками и вот эти складочки я буду сшивать конечно же мисочкой с иголочкой так одну складочку прошили затем делаем практически тут же другую расстояние между складочками у меня где-то будет около одного сантиметра вот и видите как получается красиво красивые складки у нас выходят так дальше точно так же мы делаем следующую складочку и прошиваем до конца так ну могу сказать что для моей юбочки пошло 40 сантиметров фатина так теперь я просто сшиваю краям и на этом с юбочкой мы закончим так вот такая красивая юбочка у нас получилось и чтобы наши края не расходились мы также здесь немножечко склеим клеем просто чтобы зафиксировать краешки так вот наша пышненькая юбочка сейчас мы эту юбочку нашу приклеим приклеим к нашей королю для этого я наношу просто клей по кругу и посередине и посередине приклеиваем так теперь нашу красивую корону надо украсить так и для начала мне хочется использовать вот эти пушистенькие проволочки я не помню как они называются если честно так и начнем вот с этого с резиком я не могу может быть и нет сейчас глянем и сюда просто пустим бусинки чтобы закрыть этот срез ну не знаю мне что-то не хочется сюда пускать мы вот эту вот желтенькую я хотела пустить поверху то есть таким образом как бы сделать нашу корону такой вот пушистенькой сверху так для этого я нанесу немножко клея сюда наверх короны приклею пушистенькой так дальше таким же образом обратно наношу клей хорошо что она как проволочка и она гнется то есть вот где нужно там согнул вот и так вот по кругу и я вот эту вот штучку буду приклеивать так ну вот я приклеила и знаете что интересно вот эти проволоки они гнутся и вот просто слегка подогнуть вот эти вот наши треугольнички чуть-чуть так заодно мы тут выясним где плоховато подклеилась там подклеить обязательно где-то мне правильно было согнуто согнуть правильно так вот чтобы немножко как бы эти такие вот чуть-чуть оттопыривались вот дальше дальше как мы еще будем украшать нашу красоту я предлагаю взять желтенькие полу бусинки меня они 5 6 миллиметров и украсить нашими полу бусинками вот здесь на каждом вот этом вот уголочке и снизу вокруг так ну вот наш корона готова осталось ее приклеить на нашу резиночку так вот что я решила сделать мне показалось что если я сюда бусинки большие полу бусинки вставлю то будет как-то слишком много поэтому я взяла вот такой вот бусинки на ниточки вокруг и еще на сам фатин чтобы он не казался нам таким каким-нибудь скучным и решила пару стразиков красненького и желтенького цвета сюда приклеить для красоты чтобы добавить немножко блеска так ну а что касается нашей резиночки так как она у нас хорошо тянется я думаю что достаточно будет взять где-нибудь 36 35 сантиметров я думаю этого будет достаточно на маленькую головку я лишь немножко подпаялась зажигалкой для большей надежности я сошью ниточкой с иголочкой и сшивать я буду сейчас покажу каким стежком так берем лицевой стороной внутрь заводим иголочку фиксируем делаем такую узелочек вот а дальше петельку и как бы продеваем в петельку нашу ниточку оно получается будет сшиваться очень надежно так ну и в конце тоже хорошенько ниточку зафиксировать шва этого видно не будет потому что на него будем приклеивать вот зато держится надежно так теперь теперь нам нужно чтобы у нас красивенько все было подобрать фетр я думаю что диаметр фетра нам нужен такой чтобы закрыть все вот эти вот наши ниточки вот поэтому будем делать фетр диаметром где-то пять с половиной с половиной сантиметра кружочек делаем пять с половиной сантиметра так я даже сделала 6 сантиметров фетр также для большей надежности я вот таким вот способом пришил нашу немножко натянув резиночку слегка так я буду пришивать в принципе я решила пришить вот так мы потом на этом шве с вами приклеим бирочку хендмейт так теперь мы будем приклеивать нашу корону сюда на нашу фетровую основку так ну вот наша корона на резиночке здесь я приклеила бирочку хендмейт все аккуратненько здесь подшили подклеили и кому понравился мой мастер-класс ставьте пожалуйста лайки кто не успел подписаться на мой канал подписываемся на канал пишите комментарии а я как всегда всем желаю всего самого-самого доброго всем пока пока пока